Еще год назад разобрать, что говорит Евгений, не могли ни родственники, ни сотрудники реабилитационного центра. На вокалотерапии педагог постепенно учила мужчину. Сначала правильно дышать, потом работала над его артикуляцией, после ставила произношение звуков, слогов, и вот сегодня вместе они уже разучивают песни к новогоднему концерту. Вокалотерапия только одна из методик, применяемых в Магнитогорском реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья. С лета нынешнего года здесь заработало отделение водных процедур. Помимо занятий в бассейне, пациенты проходят курс гидротерапии, массажа напором воды. От одной до четырех областей. Результат заметен, наверное, после первой процедуры человек ослабляется, это довольно приятная процедура массажа. Получается трансморожение, приятное влияние на ярмарке, получается обмен в гамме. Соответственно, человек идет на выздоровление. Галина Николаевна посещает центр со дня его открытия в 2015 году. Недавнему появлению здесь кабинета физиотерапии была очень рада. Для нее после инсульта оказалось полезным лечение лазером, ультразвуком, токами различной частоты. Посещаю я лечение на коленку, на веру лазером и массаж. Здесь лечение прошло по лазерному. Чувствуется облегчение, боль проходит. В этом центре сделано, если не все, то очень многое для комфорта посетителей с любыми ограничениями по здоровью. По слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На процедуры их привозят из дома на специально оборудованном микроавтобусе. Внутри здания они могут ориентироваться и передвигаться самостоятельно. Плитка предназначена для слепых, для слабовидящих, потому как, ориентируясь по тактильной плите, они спокойно проходят к кабинету, куда ему необходимо. Помимо этого, возле каждого кабинета у нас наклеены вот такие вот табличечки, где человек видит, ну читает, да, слепые читают пальчиками, поэтому он спокойненько ориентируется, в какой кабинет ему нужно зайти. Особую радость сотрудники центра испытывают, когда им удается поставить человека после серьезной травмы на ноги. Константин Петрович не первый, кто в этом тренажерном зале заново учится стоять и делать первые шаги. Год занятий дома не дал результатов, говорит дочь Татьяна. Центр с отцом они посещают ежедневно с апреля. Я думаю, еще пару месяцев мы уже сможем обходиться без коляски. Потихоньку начинаем говорить, начинаем издавать звуки, петь песни. Конечно, огромную помощь нам дали специалисты, без которых, я считаю, что мы бы вообще никак бы не смогли. Занятия в зале проходят под контролем инструктора. Тренажеры, хоть и выглядят как обычные, усовершенствованы, с учетом потребностей людей с физическими ограничениями. Не пустуют и классы трудотерапии. Здесь вышивают, вяжут, плетут корзины, создают картины из пластилина. Для каждого пациента разрабатывается уникальная программа реабилитации, чтобы инвалидность не была приговором. Редактор субтитров А.Семкин